Всем привет! Вы снова на канале WinCondition. Я, Сережа Ламзин, рассказываю вам про дуэльный командор, французский банлист. По просьбам трудящихся под предыдущими видео мы расскажем вам сегодня про чистую агру. В самом первом видео рассказывали про партнеров Affinity, все строилось вокруг генерала, нужно было закрывать генерала, защищать. А сегодня будет настоящая игра. Четырехцветный зоопарк на Саски и... И Сережа? И коты! Да-да, Сережа, расскажи нам про котов. Да, я расскажу вам про Саски и про Арахбо, генерал из предыдущего командора, который умеет качать котов. Поехали! Итак, четырехцветный зоопарк и ГВ-колода, который делает в начале комбата Гайн Гросс на ваших котов. В чем разница? Ну, разница в том, что здесь вы ставите котов, их защищаете и ходите в атаку, а здесь у вас есть бурн, маленькие большие существа. И вот, собственно, про все это мы сегодня с вами и поговорим. Но главный вопрос, когда вы начинаете билдить в формате колоды... Помните, в первом видео, когда я рассказывал про форматы, про финти, рассказывал, что есть называемые кучки, ну там, сколько это там защиты, сколько это существ, сколько это дизрапты, еще чего-то. Вопрос главный — это сколько карт класть в ту или иную кучку и как нащупать баланс этих карт. Вот, собственно, в этом есть декбилдинг. И вот есть у Саски, например, есть принципиально два разных листа, называемый «маленький зоопарк» и так называемый «большой русский зоопарк». Они как раз отличаются тем, что в кучках разное количество карт. То есть, например, в маленьком зоопарке играют 40 существ и у них основа — это маленькие существа за одну-две маны, сильные, кстати, в том числе Италия. А у нас меньше существ, зато у нас больше бурна и сами существа больше. Это две разные философии игры — «большой зоопарк» и «маленький зоопарк». Ссылки на оба листа будут в описании к этому видео. Вы можете посмотреть, какое вам больше нравится и сбилдить что-нибудь подобное. В чем они сходятся, оба этих листа? В том, что у них простой план на игру — это атака, атака, атака и атака. Да, само собой, поскольку у Саски четыре цвета, то на ней можно билдить реаниматоры, какие-то контроли. Но про все это когда-нибудь потом. А сейчас мы говорим про чисто атакующую Саскию, которая — четырехцветный зоопарк. И я буду рассказывать про наш русский зоопарк, который мы придумали и в России, и которым мы играем. Надеюсь, что когда-нибудь нам получится показать запись вживую, как мы играем этим зоопарком. Зоопарк на больших существах хороших. Вот я привел пример Анафенза, Брюс, Доран, Сиджерина. А вот в маленьком зоопарке, например, играют вот такими существами. Вот мы ими не играем, они играют вот этими существами. Ну давайте же, наконец-то, перейдем к основным картам колоды. И это карты, которыми не играет маленький зоопарк, играет только большой зоопарк — это Провода, Винтерорб и два Армагеддона. Ну почему два? Потому что, видите, у них разное название, но делают они одно и то же, уничтожают все земли. Просто функциональный репринт из третьего портала. Почему можно играть этими картами? Потому что у нас есть много разгона, много дорков, о которых мы поговорим позже. И большой наш русский зоопарк, мы хотим уметь вот этими картами закрывать игры с контролями. От нас никто не ожидает этих карт. И это огромный плюс, потому что все думают, что Саски — это простенькая игра. И тут вдруг вы закрываете Винтерорбом или вдруг гасите Армагеддон совершенно внезапный. И это, в общем, такая победа, потому что там многие колоды просто ничего не умеют делать с этими четырьмя страшными картами. Ну вот те самые дорки, про которых я рассказывал. Разгон за одну ману. Соответственно, эльфы наши любимые. Вайлгросс — тоже разгон за одну ману. Понятно, что базовыми землями мы играть не можем в этой колоде, потому что нам нужно четыре цвета. Полноценные четыре цвета для мощных и сильных существ, для того, чтобы атаковать. Поэтому никаких базовых земель. У нас с вами разгон, так чтобы составить Саскию пораньше, больших существ пораньше. Ну и есть две карты разгона за две маны. Блумтендер, который Саски и Насталец забудет четыре маны. Ну и Кобра, с помощью которой можно делать сумасшедшие раздачи. То есть на первый ход Дорк. На второй с двух ман Кобра дропнули Феечку мана. Феечка нашла землю. Еще ман. То есть у вас есть три маны. Поставили там какое-нибудь существо или поставили провода. Очень сильные расклады, которые практически не обыгрываются. Мы играем во всех вот этих Дорков. Маленькие зоопарки играют намного меньше Дорков. Потому что у них существа за одну ману, агрессивно атакующие. Им, собственно, особо не надо разгоняться не во что. А мы разгоняемся в наши большие спылы. Поэтому у Саски, конечно, все сильные заходы, это заходы через Дорк. Именно поэтому вы видите, какое большое количество разгона мы играем. Как будто зеленая колода. Само собой, ремувал. Формат о существах. И я хотел бы показать, что в этой колоде есть два типа ремувала. Есть прямой ремувал, который убивает существ. Ну, понятно. СТП, терминейт, go for this road, decay. Дромока команда, которая умеет делать разные опции, но тоже, по сути, убивает. Паралакс расчищает нам массовую дорогу. И FireCaminant тоже нам массово расчищает дорогу. А еще есть, смотрите, ремувал это бурн. То есть, в чем преимущество бурна? Что вы можете убивать блокеров, а можете дожигать оппонента. То есть, смотрите, мы, понятно, играем Chain Bolt. Мы, понятно, играем Калаганкой, потому что это карта Advantage. Но мы играем, смотрите, всеми репринтами болта за два на скорости Instant. Ну, так называемые молотки. Ну, вообще, молотки это Sorcery. А мы играем вот Instant. Иссинерейт, Lightning Helix, Lightning Strike и Searing Spirit. Опять же, маленькие зоопарки не могут позволить такое количество бурна. От нас никто не ждет такого количества бурна. Поэтому мы, собственно говоря, весело и бодро дожигаем оппонента. Что и рекомендуем вам. Теперь посмотрим на три карты раскачки. Вот у нас есть Rampager, Rancor и Borcharm. Соответственно, здесь вы можете раздавать Double Strike или четыре повреждения. Rancor дает Trample. Trample, вправду, очень важен. Потому что важно доносить повреждения. Ну и Rampager сумасшедший. Потому что дискард не контрится. Обычно через Rampager в Saski. Она сама третья, Rampager четвертая. То есть это 14 повреждений. Ну, сумасшедшее количество. Всего четыре тьютера в колоде. В колоде не нужно особо тьютеров. Особо времени нет. Потому что нужно убивать. Поэтому Зеленый Зенит. За хорошими существами большими. Мистик. За небольшим количеством железа, о котором позже. Ну и два потрясающих тьютера. Демоник. Все-таки черный цвет. И Tented Pact. Лучший тьютер на скорости instant. В колодах, в которых вы можете им играть. А здесь у вас все по одному. Тем более базовых земель нет. Поэтому, собственно, пактом выходит за тем, чем нужно. Иногда за картами типа Армагеддона или Вентерарба. Которые переворачивают игру. А иногда за Бурном, которым не хватает убить. Ну или там за каким-нибудь Плэнс Волкером. О котором позже. Чтобы раздать. Иважен. В общем, тьютера всегда найдут место. Их всего четыре. Они не особо вам лезут в руку. Потому что все-таки на тьютера вы тратите много маны. А ваша задача сливать всю ману. Либо в Переказ Генерала. Либо, собственно, просто раскачивание карт с руки. Давайте посмотрим на специальных существ этой колоды. Мать Рун раздает защиту. Это, на самом деле, правда, довольно важно. Потому что саски на столе ваши все существа бьют в два раза сильнее по оппоненту. Поэтому важно раздавать защиту. Внезапный Дрэк Манглер. За три маны существа. 3-3. Хаст. Скайменш используется крайне редко. Он вообще здоровский парень. Также помните, что ищется зеленого зенита. Большая талия делает ровно то, что вам нужно. Она заставляет блокеров потенциальных оппонентов ходить тапнутыми, чтобы спокойно проходили в атаку. Наш любимый Пиявач из Алары. За две маны. Ну, фактически, существо 4-4. Показан Лев. За две маны 3-3. Да, мы играем такими существами, которые атакой защиты обгоняют свой конверт к мана кост. Чудо-колода это Коптер. Потому что он заводится всеми, например, Дорками вашими. Ну, там, поскольку Крю один, то разве что птицы и не заводятся. Ну, и последнее существо Северный Паладин. Который Солбандит состали. И они вдвоем, если идут в атаку, они на момент ровно 20. То есть, это такие, знаете, элегантные турн 4 киллы. Ну, или даже турн 3 киллы. То есть, смотрите. На первый ход Дорк. На второй Паладин. Попарили. Ни с кем не попарили. На третий ход. Генерал. И они пошли в атаку. Если блокеров нет, это ровно 20. То есть, такие элегантные турн 3 киллы. Ну, понятно, что такое бывает довольно редко. Плюс, все-таки, двойная белая. Поэтому турн 3 редко. Но Паладин сумасшедший. Себя чудесно зарекомендовал. Не рекомендую убирать его из колоды. Всего два плана из Болкера. Почему так мало? Да потому что, если посмотреть, то это два плана из Волкера, которые дают эвэйжен. А Джани говорит, что таргет крича получает полет и дабл страйк за минус. А Эрспет подбрасывает и дает плюс 3, плюс 3. Соответственно, вот мы играем двумя плана из Волкера. Мы не хотим играть больше. Потому что все-таки они не приносят прямого дэмэджа. Также я напоминаю, рассказывая про плана из Волкеров, что, конечно, когда мы делали эту колоду, мы тестили много разных других плана из Волкеров. Вот, на наш взгляд, вот эти два, они, собственно говоря, идеальны. Поэтому, когда вы играете, вы должны помнить, что вам важно уметь собирать ВВ. Потому что все-таки у вас есть и Констал Джаджмент, у вас есть и Паладин, про который мы говорили, есть Планс Волкер. Поэтому, помните, у вас монобаза там не очень простая будет. Вы ссылки под роликом посмотрите. Помните, что вам, в принципе, надо уметь быть готовым к ВВ. Ну и железо. В колоде железо супер простое. Его немного. Очевидно, скулклам джита и черно-зеленый меч. Черно-зеленый меч хорош. Потому что хорошие защиты от ремувала. Также сквозь блокеров. Также хорош против контролей. Ну и офигенный эквипмент, которым очень мало играют вообще. Удивительно почему. Это тапки. Лайтнинг Грифс. С ними все всегда веселее. Потому что все сразу ходят в атаку. Защищаются от ремувала. Почему-то в агрессивных холодных никто не играет тапками. Только русские играют. И очень все удивляются на больших международных турнирах, когда мы ставим тапки. Все такие. Лол, что? Это чтобы дорки типа давали ману на скорости хаст. Мы говорим ща-ща. Покажу вам, как дорки дают ману на скорости хаст. Вот. Вот такие соответственно четыре обвески. Под мистика. Ну или там под титан. Ну вот. В общем-то и все про Саскию. Ну а теперь давайте поговорим про котов. Да. Время для котов. Да, Саша. Время для котов. Итак, давайте поговорим про Арахбо. У него есть обилка Эминенс, что ему не обязательно быть на столе, чтобы делать Гайан Гросс плюс три плюс три коту в начале комбата. Он очень похож на дедушку Маркова, который ставил вампира, когда вы, соответственно, кастили вампирский спелл. Дедушку Маркову мы быстро прикрыли, потому что было, честно говоря, даже не смешно. В дуэльном командоре 30 хитов его тоже прикрыли, потому что тоже было очень не смешно. Такой нормальный парень для мультиплеера, но не для дуэлей. Вот. А Арахбо, в общем, ну такой довольно честный. История знает случаи, когда его даже кастили за ману из командной зоны. И люди начинали говорить, хм, у него что есть еще одна обилка. Все-таки начинали читать, что он делает. Вообще, конечно, он лежит в командной зоне обычной и просто делает, собственно говоря, Гайан Гросс. Давайте же посмотрим, из чего состоит колода. Ну и начинается все, конечно, с Саванна Лайнс. Это невероятное существо из альфы. Почему невероятное? Потому что в альфе за одну ману 2.1, то есть оно по своему паверу обгоняет свой конверт от мана кост. И это рар из альфы. И для тех времен это было что-то с чем-то. Я помню, когда я начинал играть в конце 90-х, я прям помню эти времена, что да, там вот Саванна Лайнс. Но потом за всю историю магии вышло очень много существ, которые уже даже стали командами. По-моему, вот они тут изображены. Белые за одну ману 2.1, безусловные. Потом вот вышли красные, там черные, само собой зеленые, там бело-зеленые. В общем, за одну ману 2.1 никого не удивишь. Но все-таки мы помним про Саванна Лайнс, альфа, начало магии за одну ману 2.1. И вот, собственно говоря, основа колоды котов, это коты за одну ману, на которых мы сейчас и посмотрим. Но перед тем, как смотреть котов за одну ману, давайте посмотрим, из чего вообще стоит колода. Смотрите, это бело-зеленая колода, которая состоит из существ, собственно, коты, потому что вы их качаете. Защита этих существ, ремову, чтобы убирать блокеров, прокачки, чтобы прокачивать их еще сильнее, ну и там какие-то лишние другие карточки. И вот помните, я говорил, что главная фишка декбилдинга это то, как вы сбилдите вот эти кучки. Вот на колоде коты особенно ярко видно, что у разных людей, которые билдят, у них разное количество карт в этих кучках. В деклисте под этим видео есть пример того, как сбилдили это мы, и, ну, вы можете попробовать по-своему это сделать. Но основа колоды коты за одну ману, они никуда не деваются. Почему это важно? Потому что важно сделать первый дроп, и дальше вы его, например, защитой защищаете или ремовалом убираете блокеров. Да или просто, если это первый дроп, то вы сразу начинаете ходить в атаку, там, условно говоря, там на 4 или еще там на сколько-нибудь. И, скорее всего, оппонента не будет блокеров. Поэтому защита вам фактически нужна от ремувала. Поэтому, когда вы начинаете что-нибудь билдить, подумайте, что вы хотите, в каких количествах. И дальше, во время тестов, вы будете уменьшать или увеличивать количество карт в разных кучках. И, таким образом, вы подберете баланс для своей колоды. То есть, что такое классная колода в дуэльном командоре? Это колода, в которой здорово сбалансированы вот эти кучки. Можно спросить совета у каких-нибудь других игроков, можно попробовать сделать самим. Ну, вот мне лично это очень интересно делать опытным путем и самому билдить колоды, делая разное количество карт в кучках. В том числе в катах я ровно так и делаю. Ну, а теперь давайте посмотрим на, собственно, наши первые дропы. Вот, как вы видите, их тут 13 штук. Это все коты за одну ману, за белую или за зеленую ману. Ну, фактически, условный только один — это Пончик, потому что у него есть эхо, и за него нужно еще раз платить. А все остальные — это вы просто один раз заплатили за одну ману. И вот он уже готов в комбате на второй ход, получает плюс 3, плюс 3, уже идти в атаку, уже убивать. Соответственно, надо понимать, что вам нужно все время думать, сколько существ вы хотите выкладывать с руки, потому что бонус от генерала получает только один атакующий кот. Соответственно, вам нужно подумать, нужно ли вам много раскладывать существ, чтобы не попасть под враз. Соответственно, вам нужно хранить ману на то, чтобы защищать котов. То есть, на самом деле, как ни странно, колода не супер простая. Там нужен некоторый навык для ее игры. Я думаю, что после трех-четырех игр вы примерно освоитесь. Давайте же посмотрим, что это за существа. Ну вот есть совершенно чудесный кот из Профиси, который говорит, что весь дамаг по нему приметится, и там за две маны можно отменить эту способность до конца хода оппоненту. Джангл Лайн, который не умеет блокировать, но он 2-1 за одну ману. Совершенно чудесный старост Алианинов из Мир 1, который говорит, что вы получаете одну жизнь, когда входит артефакт. Артефакт у вас мало, поэтому просто за одну ману 1-1. Лом Лайн, который, если есть в Форест, то он 2-3. Сакрит Кет, Лайфлинг, Эмбальм. Просто за одну ману 1-2. Чудесная совершенно кошечка. Ну, само собой, Саванна Лайн, про которую мы говорили. Леопард с Ленфолом. Рыська с Ленфолом. Еще одна кошка за одну ману 1-1. Само собой, Накаталька, которая либо 1-1, либо 2-2. Ну, у вас двухцветная колода, горы быть не может. Вот офигенный код, который за одну ману 1-1. За 3 маны получается на Distractible. Кстати, классная штука. И вот, собственно, пончик. Вот это все ваши первые дропы. Это, на самом деле, то, что вы хотите кипнуть. То есть вы очень хотите кипнуть руку с первым дропом. Именно поэтому их, собственно, так много. То есть все коты за всю историю магии, за одну ману. Ну, вот посмотрим на некоторых котов за 2 маны. Я не всех показал, вот только некоторых. Ну, наверное, один из самых сильных – это кот с даблстрайком. Смотрите. Гангросс плюс 3, плюс 3 – это на 4. Он на 8 ходит. Это если без прокачек. Классный лев за 2 маны на 3-3, который вывели в Саске. Лев, который запрещает искать. Нам особо ничего искать не надо. Оппоненту очень сильно вредит. Классный кот, который летает за 2 маны с эвэйженом. Вот смотрите. Леопард, который не контрит за 3 маны 4-3. Вот такой мимик, который входит и, соответственно, он кот. И он там раскладывает каунтер на новых котов, новых неофитов, так сказать. Ну и вот два кота, которые ломают. Квазарец и Реликварден. Опять же, количество второго дропа вы можете, так как считаете нужным, столько котов, сколько хотите. Третий дроп. И там всякие лорды уже более дорогие. Это на ваше усмотрение. В зависимости от того, сколько земель вы хотите играть. И в зависимости от того, сколько у вас будет карт в кучках прокачки, ремовл, защита. Вот в зависимости от этого вы будете и моделировать количество ваших существ за 2 маны и больше. Ну, теперь давайте посмотрим на защиту. Вот есть просто за одну ману инстанты, которые раздают защиту. Есть вашим существам. То есть это важно понимать, что это и от ремовла, и чтобы проходить через блокеров. Есть, соответственно, вот энчантмент, который дает защиту и прыгает в руку за одну манку. Есть Валрус Станс, который раздает он Дистрактабл. Пытается убить вашего кота. Есть Провода. Довольно спорный спелл в этой колоде. В принципе, можно играть, потому что, скорее всего, у вас мало перманентов. И вы будете тапать своего атакера, но на самом деле вам это не очень хочется. Поэтому такой довольно спорный и такой неочевидный спелл в этой колоде. Потрясающая мантра из масок, которая говорит, за 4 маны все существа под вашим контролем получают защиту от какого-то цвета до конца хода. Альтернативная стоимость ремов белой карты с руки. Поэтому можно играть ее бесплатно. Тоже классная карта, совершенно неожиданная. Я тут привел картинку. На мой взгляд, самая красивая картинка девушки за всю историю магии. Шелтер. Кристофер Мюллер нарисовал эту карту. Я с ним общался, и он признается, что ему тоже кажется, что это самая красивая девушка за всю историю магии. Ну, смотрите. Выбранное существо получает защиту от выбранного вам цвета до конца хода и возьмите карту. То есть за 2 маны циклятся. Но, опять же, важно понимать, что 2 маны для колоды тяжеловат на самом деле. Поэтому вот тоже, когда думаете о том, какие класть защиты, помните всегда, какое количество у вас земель. Потому что у вас нет дорков, несмотря на то, что это бело-зеленая колода. Помните про то, что вам все время нужно понимать, в какой момент и на что вы хотите тратить свою ману. Ну, теперь давайте посмотрим на ремувал. Ну, само собой, стп и пас. Не так важно, что вы оппоненту землю дадите. Скорее важно, что вы блокер уберете. Да, тут мне верно подсказывают, что пас только такой в исполнении Тодда Локвуда. А еще лучше подписанный. У Тодда Локвуда потрясающая подпись. Такая размашистая, красивая. Есть классный ремувал, который кладет абсент на топдек. Правда стоит двойную белую. Вот опять же Странс, который убивает существо, став на 4 и больше. То есть таких больших существ, например, в зоопарке. Ту же Саскию можно убить. Кондем, Ауст. Такой вот странный. Хармзуэй, такой внезапный. Если у вас много бурна в метагейме, можно им играть. Ну и вот есть Параллакс за моим плечом. Тоже аккуратно будьте с ним, потому что это аж 4 маны. В общем, возможно, вы на 4 маны не выйдете. Если вы хотите выходить на 4 маны, нужно играть больше земель. Но зато да, можно убрать много блокеров и своими котами ходить в атаку. Но опять же, повторюсь, помните, что не надо раскладываться под врасы. Нужно беречь котов. Берегите котов. Береги бобров. Защищайте котов защитами. Не раскладывайте под врас. Ну вот это, собственно, главный совет. Ну и наши прокачки. Главная прокачка – это Берсерк, который удваивает, соответственно, атаку, дает трампл. Ну, Берсеркам легко можно вынести. Если еще, тем более, есть еще раскачка. Опять же, есть Плэнс Волкеры, такие же, как в Саске. Ими тоже можно играть. Которые подбрасывают, дают эвэйжен. Очень классный Грифс Бун, который дает полет. Которые начинают летать и начинают очень быстро уносить. Опять же, Мутагеник. Блоссовым Дефенс. Вайнз оф Вестфуд. Куча всякой прокачки. Больше и больше дэмэджа. Оппонент не ожидает. Он-то думает, что идет кот там 3-4 или там 5-5. Ха-ха. А идет там огромное существо, которое его убьет. Посмотрите, подозревает. Ну и Ранкор, чтобы раздавать трампл. Чтобы проходить через блокеров. Потому что, если вы играете с кричевой колодой. То у него когда-нибудь кончится ремувал. Ему придется сдавать существ в блок. Ваши коты всегда будут больше. Ну или до некоторого момента точно больше. Поэтому придется сдавать в блок. Там каких-нибудь дорков или еще каких-нибудь существ. Поэтому, в общем, Трампу в этой колоде роляет. Ну и прочее, что есть в колоде. Это вот можно играть Сильванкой. Белозеленая колода. Ну вот с Кул Клампом можно играть. Но очень аккуратно. Потому что... Ну кого проедать? Ну только котов. А вы не хотите проедать котов. Вы хотите котами убивать. Поэтому с Кул Клампом такая карта довольно тонкая. И на самом деле не факт, что им надо играть в этой колоде. Классный Сильвестный Charm. Потому что, в общем, моды что-то делают. И можно что-то там как-то подхитрить. Можно дать плюс два, плюс два и Трампу. Можно поставить мальчика на блоке. Можно поигзарить гигантское существо. Какого-нибудь Титана, который стоит на блоке. Или еще что-то. В общем, можно делать разные вещи. Есть всего такие две карты разгона, которыми можно спокойно играть. Может, конечно, больше. Но мне нравятся две. Петалька и Элл Спирид Гайд. Элл Спирид Гайд вообще никто не ожидает. Потому что вы затапанные сидите там с какой-нибудь Blossom Defense, например. И вот Элл Спирид Гайд. Ну и дальше понятно, что поскольку у вас вообще нет Туторов никаких в колоде, то играть Гадактигом и Армагеддоном, ну, конечно, можно. Если у вас там какая-то, не знаю, странная такая мета. Комбо, мета. И вы хотите кого-то чем-то там закрыть. Мне кажется, что проще просто ходить в атаку котами и убивать, и убивать, и убивать. Чем пытаться кого-то закрывать. Вот. Вот, в общем-то, из чего состоит колода. Опять же, повторяю. Карты в эти кучки. Эта кучка прочая. Опять же, вы делаете под своему усмотрению. Так как вы считаете нужным. После там... Для меня мерило всего и являются тесты. Собственно, предлагаю вам делать то же самое. Меньше ментальной магии. Больше игры в магию. Больше тестов. И по результатам тестов, собственно, вы все и поймете. Ну вот, в общем-то, и все про такую чистую игру. В которой нет привязки к генералам. Ну, в смысле, не надо кастить всех генералов в кровь из носу, как мы это делали в Affinity. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментах, про что вам интересно еще посмотреть. Под видео есть все ссылки на то, где можно пообщаться. Играйте в дуэльный командор. Для вас на канале WinCondition. На который, кстати, нужно подписаться. Был Сережа Ламзин. Лохматый на табдеке. Всем пока. До новых встреч. Был Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся. Был Субтитры сделал DimaTorzok Был Субтитры сделал DimaTorzok